Моим главным ощущением при воспроизведении жеста было ощущение некоторого складывания или коллапсирования. То есть в какой-то момент мне стало ясно, что жест или эта поза отказывается держаться и стремиться к тому, чтобы куда-то внутрь себя сложиться, провалиться, коллапсировать. Конечно, это можно объяснить какими-то внешними физиологическими причинами, каким-то неудобством, но у меня помимо этого было ясное ощущение того, что сама поза, сам жест в некотором смысле устает от себя или не может удержать себя. Поскольку это все происходило во дворе дома Ахматовой, фонтанного дома, в саду, а может и не поэтому, в любом случае в связи с Красной площадью мне вспомнилась строчка Мандельштама про то, что на Красной площади всего круглее земля, и про скат, про то, как земля на Красной площади, вот так он закрепляется и скатывается с самой себя, не может на самой себе удержаться, и скатывается куда-то там до Вьетнама, кажется, до Лаоса, покуда на земле последний жив-невольник. И вот, поскольку мне кажется, что вообще главной задачей всего этого нашего предприятия является с помощью жестов, с помощью проникновения во всю эту сферу пластического жестово прояснить суть того, что произошло в 68-м году, для меня, пожалуй, самым важным моментом понимания и прояснения было вот это движение скатывания, проваливания. И, соответственно, главный вопрос для меня – это, во-первых, механика этого проваливания, почему вообще оно происходит, а во-вторых, можно ли ему что-то противопоставить, можно ли как-то этому противостоять. И мне кажется, что это самый главный вопрос, актуальный для любого движения сопротивления в настоящий момент, это как можно противостоять этому скатыванию. Да, таким образом мы оказались в комментарии нашего третьего участника, которого мы только что слышали. Это Юэль Регев, философ, который живет и сейчас прямо находится в Санкт-Петербурге. И вот это вот его реакция на позу, которую мы попросили его воспроизвести. Статичная поза, он ее сделал во дворике музея имени Ахматовой. И он вспомнил этого знаменитого поэта, который в ссылке в Воронеже написал стихотворение о том, что, ну не о том, но в котором есть строчка о том, что на Красной площади всего круглее земля. И мы решили оттолкнуться вот от этого утверждения и выработать практику, каким образом можно противостоять и сопротивлять этому скатыванию. То есть практику сопротивления скатывания с Красной площади. Безусловно, что находясь внутри вот этой практики, каким образом противостоять скатыванию, мы поняли, что была бы такая прекрасная идея поделиться ею с вами. И, наверное, если у нас было немного другие временные возможности, мы бы вначале предложили бы вам некоторую телесную практику для того, чтобы каким-то образом подготовить вас, значит, к прохождению этого опыта. Но у нас нет этого времени. И, в общем, также у нас практически нету никаких шансов для того, чтобы каким-то способом, в общем, пригласить вас попробовать ее. Например, это, конечно, есть способ. Например, мы могли бы какие-нибудь использовать уловки. Или, например, мы могли бы предложить водки за участие. Но мы просто предлагаем, значит, как бы обозначиться семи добровольцам, которые готовы разделить с нами вот эту практику нахождения в позиции, при помощи которой мы думаем сопротивляться, противостоять стеканию с окружности Красной площади. Мы просим участия, участника один, кто добровольцам номер один, перейти с нами в позицию номер один. Да, и пока участник номер один выбирается, я скажу о том, что мы сейчас будем демонстрантами пост. И нам нужно будет создать семь пост с вашей помощью, чем мы и займемся. Не забудьте вопрос, коллега. Конечно. Скажите, пожалуйста, а чего вам не хватает на Красной площади? Свободы. А вот если говорить о каких-то урбанистических моментах, может быть, скамеек или батута, или детской площадки? Круговой велосипедной дорожки. Я нахожусь на Красной площади. Скорее всего, я стою, и впереди себя я вижу на некотором отдалении исторический музей. Он так выглядит вполне себе нормально, как обычно. Если я посмотрю налево, то я увижу кремлевскую стену, она тоже вполне себе традиционного вида. Я могу повернуться назад и заметить что-то необычное. Если вы хотите, я ищу что-то необычное. Перед храмом Христа Спасителя, хотела я сказать, перед храмом Василия Блаженного это что-то круглое. И что-то движется по этому круглому. И я думаю, может быть, это беговая дорожка. Нет, может быть, это велосипедная дорожка. Но, скорее всего, оказывается, что это огромная клумба, огромная клумба с цветами. Я поворачиваюсь к ней лицом и замечаю, что вся площадь пересекается большой дорогой. по ней едут и машины, и велосипеды, и самокаты. И это просто такая большая дорога, которая делит Красную площадь на два. Теперь я попрошу вас занять мою позу. Я вам... Садитесь, пожалуйста. У вас немного вытянута левая нога, а правая рядом с ней. Да. В руках у вас как будто бы предмет. Он похож на бумажный, чуть толще, чем картон. Возможно, он немного шершавый. Вы держите его сверху. У вас немного сокращена шейная мышца, и поэтому немножечко вот так вот вперед подбородок. Добровольцы номер два просим пройти в зону номер два. Также можно присесть и держать микрофон для коллеги. Чего вам не хватает на Красной площади? Мне не хватает белого цвета. То есть когда-то Кремль, его стены были белые, а сейчас красно-коричневые. И очень много этого красно-коричневого. Я нахожусь на Красной площади. Позади меня лобное место. Спереди меня кремлевская стена. Слева от меня, опять же, кремлевская стена. А справа от меня ГУМ. И из ГУМа выходят люди в белых одеждах, и они заполняют все пространство Красной площади таким образом, что оно становится белым. Приглашаю вас тоже попробовать эту позицию. Вы сидите, как бы, вот там у вас в тазу есть седалищные кости, вы как бы вот сверху седалищных костей, и вы довольно с удобным углом как бы подвешиваете руки. И у вас здесь как бы тоже предмет, несмотря на то, что вы одна держите этот предмет, у вас верхняя рука как будто бы сверху держит этот предмет, это бумажный предмет. И чтобы подольше сохранить ненапряжение, вы можете проверить, что у вас как бы вот свободные подмышки, и вы не напрягаете нижнюю челюсть для того, чтобы подольше голова могла сохранять баланс и вес. Доброволец номер 3 в положение, в позицию номер 3. Сюда, с этой стороны. Воргон. И это вам. Здравствуйте. Чего же вам не хватает на Красной площади? А нужно предмет какой-то, да, чтобы это было? Не обязательно предмет, может быть, ну вот, свобода, это тяжеловато. Ну, мне вообще, на самом деле, всегда не хватало как бы плоскости, потому что ты смотришь, там всегда что-то падает, либо одно здание падает, либо другое. Там как-то сложновато в таком мире, наверное, жить. Плоскость. А вы, простите, что сказали? бассейн. Угу. Мне всегда казалось, что бассейн, это в другом месте, но, наверное, здесь тоже может быть бассейн. я опять в центре Красной площади. И теперь я смотрю на... Пытаюсь определить свое местоположение, и оно оказывается таковым, что по левой руке от меня находится исторический музей, и он как раз странно выглядит. Может быть, он... То есть я не могу понять, исторически это музей, может быть, это... Там много студентов, много молодых людей. Кажется, что, может быть, это какое-то учебное заведение. Я смотрю направо и вижу огромный, плоский в своем роде бассейн. Это каток. Он не такой, какой обычно он может быть перед ГУМом. Он огромный. Возможно, он занимает всю площадь Красной площади. И на нем пингвины. Да, я попрошу вас также занять мою позицию. Правая нога вперед. На нее вы упираетесь в большей степени. У вас в руках так же, как у наших предыдущих коллег, кстати, о самочувствии которых мы сейчас осведомимся. в руках вот эта самая картонная, толще, чем картонка, что-то. И вы держите ее сверху, расслабив вверх. Да, я хочу поинтересоваться, не хочет ли кто-нибудь, например, предложить себя вместо уже задействованных наших коллег, поскольку сохранять неподвижную позу гораздо сложнее, чем кажется. Больше двух минут фактически довольно невыносимо. Но это у вас пока еще не прошло две минуты, может быть. Вы готовы, чтобы вас заменили? Или вы еще... Да, может быть, кто-то готов, поскольку вот тут важна внимательность, потому что очень... Да, вы можете в любой момент, например, да, пожалуйста, выйти и заменить... А, будьте любезны, объясните, пожалуйста, заменяющим у вас коллеге, как вы сидели. Демонстранта позы номер 4, попросим в зону номер 4. Где-то там, по-моему. Я стою примерно на том же месте, что и стояло до этого, то есть позади меня лобное место, чуть левее красная кирпичная стена, и справа от меня гум, который уже опустел, потому что все люди... О, я забыла спросить, чего не хватает красной площади для вас. Травы. Травы. Но опустевший гум, из которого вышли уже все белые люди заполонили пространство Красной площади, они уже даже взобрались на мраморное невысокое здание с левой стороны у Кремлевской стены, уже некоторые подходят к Спасской башне, уже готовятся начать залезать на Спасскую башню, некоторые уже подходят к историческому музею, то есть их довольно много. И, собственно, в упустевшем гуме с большими окнами начинает, как бы незаметно, но довольно... Как-то видно, что этот процесс идет очень издалека, откуда-то из глубины, может быть, это из каких-то дальних рядов, откуда-то из Никольской, скорее всего, да, с Никольской улицы начинается поток, и начинает расти трава бурными-бурными потоками, и трава начинает пробираться через галереи гума и начинает выпирать в окна, то есть все окна гума становятся покрытыми травой. Приглашаю вас тоже попробовать эту позицию. У вас немного левая нога спереди, правая сзади, и у вас в правой руке как будто бы вы держите флажок. Вот здесь такой, то есть такой угол удобный, да. А слева, давайте вот там чуть-чуть, потому что вам удобно было. Вот левая рука у вас, это как будто бы коляска 60-х, то есть такой низкой посадки, и у вас здесь ручка этой коляски, вот вы где-то придерживаетесь за ручку. Одна, а здесь флажок. А она вот круглая, детская коляска, то есть детская коляска, вот, и вы вот с этой стороны держите. Здесь у вас флажок, вот, и вы как-то удобно распределите вес, чтобы тоже можно было как бы простоять какое-то время. И здесь тоже может быть такой удобный угол, потому что чем мягче угол, тем дольше можно продержать эту позицию. Доброволец номер 5. Да. Вас, коллега, сюда. Сложно. Вам сюда. Простите, коллега, другая нога. Да, простите, коллега. Кто-то, может быть, готов выйти и наших других… Да, вот мне кажется, что уже кого-то пора заменить. Очень большая просьба. Это тяжело стоять и тяжело показывать свою усталость. Вдруг кто-то готов заменить демонстранты позы номер 6. Нет, не 6. Один. Нет, не один. Демонстранты позы, которые стоят рядом с… Да, с шестеркой. Никто не готов. Лена, спасибо. Объясните, пожалуйста, как вы стояли. Я решаю, что каток – это… Чего не хватает? Барашка. На катке уже и так довольно много пингвинов, поэтому мне кажется, что если вот так заглянуть за бортик, ограждающий этот каток, то, возможно, там откроется как раз-таки зеленая поляна, вот, и там много зелени, как я слышала из речи предыдущего оратора, и, возможно, эта зелень, эта трава, она сложена такими, ну, просто кучами, навалена на каком-то пространстве, и, соответственно, чтобы как-то уничтожать траву, необходимы бараны. И это, в общем, самый, наверное, удобный способ, как справляться с такой растительностью, поэтому много белых барашков пасется прямо-таки за катком, и я даже не успеваю сориентироваться, где я нахожусь и где от меня исторический музей, поскольку так быстро нашла барашков. У вас самая непростая поза. Да, как будто бы вы чувствуете некоторое давление. Ну, представьте, что две некоторые силы сдавили вас сзади за плечи, и, возможно, как-то ваши руки заведены назад, и вы немного согнуты. Упираетесь ногами в пол, и немного поэтому вот вы как-то так уже, голова вы. Ну, в лучшем случае. Доброволец номер 6. Вам. Сидитесь, коллега. Вы тоже от этой стороны. Мне не хватает возможности полежать там. Ну, то есть, вот на брусчатке именно. Как в Италии. Специфическое желание. Ну, вообще, на самом деле, мне казалось, она лаконичной, но я придумал что-то, чего мне не хватает. Спасибо. Это интересно. Очень непросто найти брусчатку, если все завалено травой. И поэтому я все-таки обхожу этот загон с баранами и вновь попадаю на чистое пространство. Я понимаю, что часть брусчатки с Красной площади, она как будто бы поднялась и теперь вертикально стоит в параллель со стеной Кремля, просто, может быть, даже загораживая ее, то есть это просто плотная стена из брусчатки. И вы можете подойти к ней, как к стене плача и прислониться всем телом вертикально, представляя, в общем-то, при этом, что вы лежите, ну, в какой-то степени вы лежите. И мне кажется, что, наверное, это единственный способ безопасно полежать на брусчатке. Другого не могу предложить вот сейчас. Да, вот тебе нужно будет сесть так же, как мне. Локти упираются в ребра локтевые суставы. И ноги шире. Ты смотришь вниз. И, возможно, где-то между ног у тебя находится гвоздь. Про что? Да, круглая спина, круглее, то что-то будет проще. И смотрите вниз между ног. На гвоздь. На гвоздь. Демонстранта позы номер 7. Просим выйти на сцену. Держи. Лиша. И коллеги. Коллега. Сказать вам? Так, ага. Чего мне хватает на Красной площади? Я бы дедушку уже похоронил бы. И сделал бы там что-нибудь для детей. Я стою за пределами Красной площади. Где-то позади меня, наверное, да, сзади исторический музей. И, ну, позади исторического музея все равно, как бы, пространство Красной площади. Пространство Красной площади уже, как бы, заполнено людьми в белом. Они уже собрались внутри исторического музея. Они уже по всей поверхности Казанского собора и Верских ворот. То есть, площадь становится все белее и белее. Они уже собрались на Спасскую башню. И трава, которая все время продолжает расти из стен гума, из окон гума, уже продавила окна. И, в общем, довольно красиво создает такой венок, венок вокруг Красной площади. И, конечно, венок – это какое-то предзнаменование каких-то очень траурных, очень брачных событий, с одной стороны. С другой стороны, это какая-то великая радость. Поэтому люди в белом и венок, который сам себя, значит, сформировал. И, в общем, как бы, вот эта зелень, она проникает и в мраморное здание напротив. Белые люди этому способствуют. И зелень прорастает через непробиваемый гроб, значит, дедушки Ленина. И таким образом прорастает насквозь. Ну и потом это очевидная история, что белые люди помогают взрастить на этом месте прекрасный сад, в котором детям будет где место, в общем, разбить площадку и заниматься своими играми. Вы стоите на левой ноге, на правой. Вот как будто бы, вот у меня рука здесь, и вы держите здесь, с этой стороны и здесь. А я хочу вырваться. Да, то есть вот так и вот так. Я вырываюсь. Может быть, кто-то хочет заменить позу номер, демонстрировать позу номер три. Напоминаю, что это довольно невыносимая ситуация неподвижности. Вот, и тут двое добровольцев, и это прекрасно, потому что кто-то может удвоить позу. Останьтесь. Я думаю, главная тема – это тема прерванной революции здесь. Вопрос в том, почему революция, начавшись, начинает развиваться противоположным ее изначальному ходу способом, и вообще превращается в свою противоположность. И вот это ведь на самом деле был главный вопрос 68-го года. Причем сверхдетерминированная с разных сторон. С одной стороны, май прерванная революция во Франции. С другой стороны, август 68-го. Ведь на самом деле советская страна и чешская, каждая из них считала, что это у них революция, а вторая страна и прерывает, потому что Дубчик и его саратики считали, что у них настоящая революция, развитие социализма, союз с человеческим лицом. А вот советских войск это все блокирует и прерывает. А в Советский Союз, понятно, официальная позиция была, что наоборот, произошла революция в Чехословакии, а тут контрреволюционное мелкобуржуазное движение Дубчика пытается прервать. И вот этот спор, мне кажется, должен решаться на жестовом уровне. На уровне жеста нужно понять, что это за такое движение, которое превращает революцию в ее противоположности и блокирует ее. Нужно пояснить, каким образом на месте одного жеста оказываются два. Да, вот мы сейчас стоим рядом с цифрой 9. И мы хотим предложить вам, если у вас есть собственный жест и практика пребывания на Красной площади в подобном контексте, то вы можете выйти и совершенно любой этот жест, с которым вы уже знакомы, и даже если, например, вы знакомы с ним по новостям, но, хорошо вы помните, то также есть возможность на номерах 8 и 9 его воспроизвести. Также я хотела бы повторить, что неподвижность достаточно тяжела, и было бы также интересно предложить вам практику внимательности. Находясь в позе, довольно тяжело демонстрировать собственную усталость, потому что непонятно, как это сделать. Как просто держа руки на весу, показать, что ты устал. Поэтому тут очень важна роль зрителя, который может уловить эту усталость и предложить себя взамен. Номер также 8 и 9 для... 8 минут. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...